всем привет как всегда хочу сказать спасибо всем тем кто пишет комментарии под моими монологами мне очень интересно их читать это правда отвечаю не на все потому что времени не хватает зачастую очень много времени занимает работа которую я люблю и которую работаю с удовольствием работаю эту работу а также количество какое-то время нужно посвящать досугу а именно чтению книг без этого нельзя никак и в одном из комментариев тут возникла короткая дискуссия у меня микроскопическая буквально по поводу отношений тургенева гончарова и достоевского и к стыду своему я забыл совершенно про отношения тургенева и достоевского помню что с гончаровым был конфликт серьезный на мировоззренческой основе а вот про сказать отношение тургенева достоевскому у меня как-то вылетело из головы слава богу мне напомнили за что я чрезвычайно признателен потому что такие вещи надо знать а я вот знал да забыл это равносильно тому что не знал но теперь все это в памяти сплыло и хорошо спасибо вам большое так что пишите будем общаться к взаимному я надеюсь удовольствие но сегодня я хочу передать привет совершенно конкретному человеку а именно моему другу большому саше цалихину который живет в нью-джерси и является владельцем выпускающего до рекорд лейбла и за звукозаписывающего звуковыпускающего лейбла trail records саша я знаю давно несколько десятков лет бывал у него в гостях он у меня бывал в гостях выпускает саша пластинки очень хорошие присылает их мне я их покажу я про них расскажу кое-что я уже показывал как-то давным-давно но вот новая партия пришла и пришла и и новая партия и предыдущая партия я еще и не успел продемонстрировать но из предыдущей партии саша мне прислал вот эту пластинку это не он выпустил конечно это просто подарок но подарок удивительный таких вещей как здесь нет ни у кого этот сборник песен группы king crimson которую саша любит безумно и я люблю безумно и это наверное единственный сборник который есть мои коллекции я сборники в принципе не люблю мне не нравится сборник но это авторский сборник фрипа и пусть он будет саша я благодарен но кроме этого саша прислал мне вот такую штуку вот такую штуку что это такое правильно это ладонь роберта фрипа точнее отпечаток ладони роберта фрипа это не принт это не копия это натурально роберт фриб с подписью саша встречался с фрипом и роберт оставил на память ему вот эту вот штуку такой вот такой вот автограф так что я я вообще автограф и не собираю но мне чрезвычайно приятно иметь ладони роберта фрипа наравне с его пластинками вот а что касается этого сборника здесь очень много хорошего с самых ранних альбомов до поздних все здесь хорошо нет здесь песен и музыки из одной пластинки про которую которую я хочу сегодня показать и немножко о ней поговорить пластинка под названием лизард 1970 год как все мы знаем очень много хорошего я слышал про этот альбом ну вот тут серединке ничего нет кроме текстов красивая обложка конечно я давным давно знаком с этим альбом с младенчество моего музыкального практически как и со всеми пластинками группы king crimson я очень люблю эту группу просто вот но в топе она у меня где-то наравне с beatles наверное находится там из rolling stones примерно там же из джет ротал примерно там же одна из любимейших наверное команд моих но как у любой группы есть пластинки очень сильные есть пластинки не очень сильные но опять таки это все дело вкуса потому что вот эту пластинку как вы уже догадались я наверно отношу к не очень сильным напитки на мой вкус хотя она дико популярна огромное количество людей и и обожают и критики и обожают и переиздавалась она множество раз это одно из последних переизданий есть у меня оригинал его не достал просто с этим удобнее как-то мне тут возиться оригинал разваливается обложку совсем старенькая ничего в общем любят этот альбом все считают его дико популярным считают его идеальным смешением рока авангарда и джаза и авангардного джаза об этом и критики пишут очень много про это эти информации рассуждений размышлений а мне же этот альбом нравится не очень хотя я уже приводил эту поговорку неоднократно даже самый плохой секс это все равно очень хороший секс и даже самый плохой альбом king crimson это все равно очень хороший альбом king crimson он все равно очень хороший он на фоне всех остальных просто мне нравится меньше и скажу больше что если бы я если бы эта классика была первым альбомом king crimson который я услышал в юности я вряд ли бы говорил что king crimson это одна из моих любимых групп это просто хорошая музыка которая в том стиле сыгранной который я люблю но она мало чем на мой взгляд выделяется из общего фона музыки 70 71 там 72 годов английских американских групп которые играли условно говоря сложный рок смешанные с джазом с элементами с элементами авангарда и так далее и тому подобное вот она бы встала у меня в один ряд десятками наверно пластинок вышедших там 69 условно по 73 будем говорить а поскольку это был был не первый альбом king crimson который я услышал а услышал я и сказать и и первые и и и 2 и этот и дальше дальше то кримса конечно вырос на глазах страшно что касается этой пластинки как вы знаете состава у роберта фрипа не было никакого то есть группа king crimson было исключительно виртуальный после записи первого альбома фриб сказал что он уходит из группы king crimson я ухожу из группы хлопнул дверью и все и это было странно потому что роберт фриб был главной фигурой и есть king crimson и вот главная фигура ушла второй альбом был записан с таким половинчатым составом а на третий альбом на этот на лизард уже состава не было практически совсем нашел лейк который попел на втором альбоме в качестве уже приглашенного гостя но тем не менее попил все таки пусть пусть он будет составе да здесь его уже нет все он уже эмирс леккант палмер все и все разбежались пит синфилд остался который сочинял стихи об этом вообще отдельная история и роберт фриб набрал просто набрал музыкантов чтобы записать очередной альбом музыкантов очень хорошо но мэл коллинс остался еще до духовых на флейте на саксофоне значит роберт фриб понятно что гитара мелатрон клавишные и всякие приспособления электроны мэл коллинс гордон хаскал старый приятель роберта фриппа бас-гитара и вокал энди макалыш ударные и пенсии пицинфилд пик час и слова материал у роберта фрипа был но здесь возникает тоже разные вопросы потому что фрипп утверждал что все написал он всю музыку написал он а музыка здесь такая что вызывают сомнения вот эти вот разговоры при всей моей любви к фриппу великолепному музыканту но написать партитуры всех духовых партий клавишных и и всего-всего-всего это вряд ли это вряд ли скорее всего он написал общую канву тут подключается пин пит синфилд который несмотря на то что только автор текстов тоже утверждал что вся музыка проходила через него и он все корректировал синфилд кому верить неизвестно скорее всего все так и было правда и здесь есть правда и там есть правда есть еще и одна где-то посторонние потому что помимо основного состава здесь играет еще два человека на духовых марк челинг и ник эванс и знаменитый кейт кейт типит на фортепиано на электрофортепиано и на клавишных это отдельная история про кейта типита я буду отдельно рассказывать он на предыдущем альбоме играл замечательный музыкант джазовый фантастический и пластинка очень странная она с одной стороны как бы простая роковая с другой стороны вот вот эти простые роковые песни они настолько разобраны настолько зааранжированы настолько усложнены что кажется что это безумно сложная музыка она действительно очень сложная но по сути своей это такой какой-то рок альбом причем мне не понравилось в нем социальная составляющая контент например мне не нравится конкретика в песнях когда конкретные какие-то прописываются послания отчетливые например песня happy family посвященная группе битлз как выяснилось позже да она перри переплюнула и едкие отношения едкие послания музыкальные лена на маккартни и маккартни здесь просто по всем прошлись пит синфилд и роберт фрик прошлись по всем абсолютно и собственно здесь брат иуда это пол маккартни руфус это ринго старым силас это харрисон понятное и иона это джон леннон все четверо четверо вышли вон никто из них не вернулся как поется в песне и на обложке если вы обращали внимание изображены вот они здесь все друзья из битлз наверху верхнему верхнем правом углу значит ринго стар медитирует в отличие от харрисона в позе лотоса пол маккартни достает нож из-за пояса чтобы видимо уничтожить группу битлз джон леннон из волшебного кувшина выдувает волшебницу и около на ведьму и харрисон странных клетчатых штанах занимается духовными практиками более того песня под названием цикл с страшная где фри показал свое невероятное владение акустической гитарой при том что песня очень громкая сложная с мелатроном грохочущей гла хочет грохочущая электрогитара мелатрон поверх акустическая гитара прекрасное соло на лежащем звуке мелатрона на саксофоне мэл коллин сыграл удивительно громоздкое полотно громоздкая хорошем смысле она посвящена шоу-бизнесу и музыкальной и индустрии вообще и музыкантом и здесь не только прошлись по битлз прошлись еще и внизу вот здесь правый нижний угол здесь джимми хендрикс изображен человек с флейтой видимо ян андерсон имеется в виду и конечно узнаваемый джинджер бейкер с барабанами такая карикатурка небольшая то есть вся вот эта мифология здесь она не заведена до конкретных фильеттонных таких каких-то штук а музыка абсолютно мифологическая при этом такая грандиозная церковь как продолжение in the coat of the crimson king и первые вещи с предыдущего альбома не двойков посейдон очень похожи по структуре по звуку вот этот ревущие тяжеленные рифы такие на которых лежит а акустика как я уже сказал и саксофон и все дела indoor games вот мне она как раз у меня сомнения начались после indoor games потому что это типичная такая рок-песня заобработанная зааранжированная разваленная на джазовые кусочки но по структуре как-то от фрипа удивительно было это ждать happy family я уже сказал здесь проявил себя кейт типит неожиданными такими синкопированными аккордами очень много наиграл кейт типит здесь очень классно леди of dancing water немножко можно передохнуть спокойное спокойное полотно которое переходит в еще более спокойное вот этот самый принц руперта вейкс который поет ян андерсон из ес тоже начинается все хорошо медленно спокойно приятно балладно и потом переходит в традиционный бал звука king crimson в конце вот этого принца руперта просто такой симфонический какой-то навал и дальше начинается полное сумасшествие уже до конца альбома тот самый free jazz как бы но там я не знаю я люблю джаз но в отношении джаза там конечно большой вопрос все музыканты прекрасно играют и кейт типит и мыл коллинз и духовые и все это как бы free jazz но это совсем не free jazz потому что в основе лежит тяжелый рок-риф который играется на электрической гитаре на мелатроне и на бас-гитаре естественно с ударными а под этим конкретным рифом роковым идет вот этот самый имитация free джаза это все здорово это все интересно но это такое ощущение какой-то фоновой музыки получается слушаешь вот этот тяжелый риф на нем акцентируешь внимание все остальное просто какой-то фон free джазом я бы это не назвал прошу прощения но повторюсь еще раз даже самый слабый альбом king crimson это все равно очень сильный альбом king crimson поэтому не думайте так что я как-то испоганил и раскритиковал эту пластинку это очень хорошая музыка просто были альбомы crimson и посильнее ну пошел пить пока